Витаю вас у своему саду знов. Не так и долго мы не бачились. Сегодня тема, которую вы все ждали, очень. Расскажу про двойную формировку своей гортензии. Двойная. Что это такое? Этот термин, наверное, пойдет гулять уже по интернету, как сформировать гортензию двойной обрезкой. И в конце покажу что-то уникальное, даже интересное. Может быть, его занесут и в книгу рекордов Гиннеса. Но это я шучу. Таких, наверное, еще обмеров, замеров не было. Но очень такое событие у меня произошло этим летом. Ну, посмотрим. Все по порядку. Идемте. С этого ракурса я вам очень часто показываю сад. Показываю свои гортензии, свои формированные можжевельники, хупси. Рассказываю про Ивоны. И на заднем плане у меня постоянно в кадр попадает вот эта гортензия. Это Фрейс Мельба сорт. У меня обзор. На канале ее есть. Гортензия сильно рослая. Сестра ванилы Фрейс, у кого есть такая гортензия. Более младшая, более молодая. У нее сохранились качества ванилы Фрейс и усовершенствовали ее селекционеры. У нее более крепкие побеги, более яркое соцветие. И осенью она становится винно-красного. Перекликается с дереном кауза сатоми по цвету. Очень красивая, рослая, стойкая гортензия. Необычайно мне понравилось. В мой сад она попала кустиком. Даже я бы сказала двумя кустиками. Я их обрезала год назад, весной. И заметила, что пару, не пару, тройку веток сильно выбиваются и по толщине и по высоте. Заметила поздно. На первом кустике обрезка была уже сделана обычная, на две почки. Как мы обрезаем все гортензии. Специально зашла сюда, чтобы вы видели размер этой гортензии, моей Фрейс Мельба. Почему у нее эти три побега так сильно тронулись в рост и выросли, я объяснения найти не могу. Вы спрашивали, чем вы удобряете, чем подкармливаете, что делаете. Ничего особенного не происходит с удобрениями этой гортензии. Да и в принципе, как и по всему саду, я и хвойные свои перестала удобрять, потому что растет все объяснение тому. Видимо, почва тут или климат. У нас вокруг леса влажность большая по утрам, по вечерам, туманы низкие, свежий воздух, заповедные места. Может быть, поэтому, а может быть, просто я очень люблю свои растения. Я свой сад ждала целых 50 лет. В 50 лет мы переехали и начали тут строить, достраивать дом. Коробка у нас была. Видимо, поэтому всю свою любовь, энергию. Дети выросли, а я на сад отправила. Так вот, эта гортензия вот такая. Я вам показываю ближе, какая толщина сейчас у этих трех побегов. Я эти три побега, которые выдались, решила не обрезать, а попробовать сделать высокий большой штамп. Штамп начинается вот от уровня груди. Это где-то метр сорок, метр пятьдесят. Померить надо мой рост. Метр семьдесят четыре вы можете сравнить. В общем, на свой страх и риск я решила оставить их и посмотреть, будут ли силы у моей гортензии так высоко сформировать букет. Все остальные ветви я решила не удалять, как у штампов бывает, а ставить и делать обрезку на две почки. Можно даже было и на одну. Внизу получается куст. Вот эта часть обрезается обычным способом. А вот эти три ветки, уже тут целый букет формируется деревом штамповым, гортензиевым из фрейс мельба. Красивая сама по себе гортензия, мощная, рослая и видите, какой у нее получился мощный, хороший штамп. Толстые уже ветви. Хотела еще особо отметить, что это второй год штамп. В прошлом году было первые соцветия наверху, в этом году уже тут их с десяток, чуть больше. Ну и дальше буду формировать обычным мультиштамбом. Хочу обратить внимание, что я первый год ветви переплела между собой, но это я весной посмотрела, за год некоторые веточки друг от друга стали тереться и прямо стертая кора. Я вначале хотела проложить что-то между ними, мягкая, чтобы они разрастались, но друг друга не травмировали. А потом решила просто их распустить и один раз по всей высоте. Один раз они тут одна вперед, другая назад. Переплетать решила не буду. Может быть можно было оставить ровными даже их между собой, просто скрепить. Три ровных как треугольника. Ну мой опыт вот такой. Если вы решитесь на такую обрезку первый год, посмотрите, как далеко у вас вот эти ветви выбились из земли, проросли. Какие ветви надо оставлять для вот такого мультиштамба высокого? Надо оставлять нулевые побеги. Что значит нулевые? Это побеги этого года, которые выросли у вас из самой земли и вот такой высоты. Не после обрезки на какой-то высоте. Они будут не так крепко держать форму штамба, а именно нулевые. Сейчас я вам покажу, что эти побеги растут именно из земли и за год. На второй-третий год, когда это происходит у гортензии, на второй-третий год у гортензии выстреливают такие побеги. Не пропустите их при обрезке, при осенней, при весенней. Неважно, когда вы обрезаете свою гортензию, будут эти побеги на второй, на третий год. Если гортензии уже там, вот допустим, у меня гортензия лимлайт на одной ножке, толстенькое красивое дерево, его проредить сильно надо, потому что очень уж много у меня в этом году было соцветий. Так вот, у него уже нулевой побег вряд ли появится. Тут уже идет вся сила роста в крону. А вот именно, когда куст молодой, когда набираются силы, мощь, какой сорт подходит для формировки такого мультиштамба. У меня подобным образом сформированы гортензии ванилла фрейс. И в этом году я сильвер, доллар, одна ветка появилась, таким же образом сделала. Какие сорта? Берите сорта, которые мощные. Маленькие сорта, наверное, тоже можно мультиштамб. Но они будут такие хиленькие, не такие, конечно, высокие. Ну, я бы советовала фрейс-мальбу, потому что из нее прямо самый лучший штамб. Как остальные, наверное, из полярного медведя будет очень хороший мультиштамб. Но у полярного медведя вот такие соцветия, аналогично, как и у фантома. У фантома огромные. И у вас такой вот большой мультиштамб, он просто поломается. Сейчас расскажу про опору. Ну, вот я вам еще раз покажу ближе уже, что такое нулевой побег. Вот обычный куст наш, растет из земли, делается обрезка. Каждый год, а нулевые побеги, это побеги, которые вот так вот сразу из земли. Вот они, три этих побега толстенных, которые я сплела раз, два, три. Видите, они выделяются даже по толщине. Они уже как дерево. Вот моя рука, чтобы вы сравнили. Ну, я их в обхвате не мерила. Сантиметра два с половиной, наверное. Так, это веточка обычная. Вот, за переплетение. Сильно близко, тут есть зазор. Но все равно надо проложить. Если они плотно касаются друг друга, они будут тереться. И вот эту ветку, может, тоненькую надо вырезать и поднимать его выше. А тут уже была обычная обрезка и пошло разветвление. Вот обычная обрезка, три ветки. Пошло-пошло. И мой штамп сейчас высотой выше меня. Он уже где-то 2,20 этот штамп. Ну, а сейчас пойдем. Пойдемте покажу. Вот мои попытки сформировать из ванилы фрейс. Что-то подобное. Из ванилы фрейс немножко слабее. Вот эта ветка нулевая тоже, видите. Тут штамп получился метровый. Вот развилка. И где-то метр семьдесят сейчас этот штамп. Тоже довольно неплохой, но у ванилы фрейс сами ветви слабые побеги. И вот эти соцветия, которые шапку образуют у этого штампа. Внизу осталась вот кустовая форма. А это штамп. Так они склоняются. Плохо держатся. Их приходится еще подвязывать. И вот второй такой аналогичный. Я решила просто 2 кустика. Видите, было оставлено на 3 почки. Можно было на 2 почки оставлять сам вот этот штамп. Тут по одному побегу получилось оставить в ванилы фрейс. И вот в этом году выстрелил у меня сильвер доллар. Это на третий год. Первые года такого побега не было. Я его оставила длинный. И буквально в этом году первая формировка у него. Нижние побеги можно частично обрезать. Чтобы не была такая загущенная внизу форма кустовая. Сильно много видите внизу веток. Можно прорядить. Оставить там штук 10-8 и штамп. Еще одна ванила фрейс. Тоже такая же формировка. Но они все ниже. Вы видите? Один побег. Немножко криво пошел поправить. Так, про опоры. Вот покажу вам на примере сильвер доллара. Для опоры берется труба. Глушится, чтобы не попадала влага. И поверху приваривается круглая арматурина. Это шестерка. Вадим Петрович мне ее загибает, закругляет. Я вам когда-то показывала. И к ней фиксируется через подвязки внизу штамп. А верхняя, как вот эта гроздь, шапочка, заправляется сюда в середину. Вот это колечко можно немножко разгибать, подгибать и держит ее. У фрейс Мельба, вот у этой труба, уже, по-моему, двадцатая мы поставили. Потому что сама гортензия мощнее и больше. Да, надо будет весной еще раз подкрасить ее. Мы спешили просто весной, позапрошлой, когда я эти ветки увидела. И делали быстро, из чего было. Какие трубы были по высоте. Значит, выбирайте сразу. Вот у вас развилка. И сразу сантиметров 15. Вот эту высоту, где кольцо приваривается. Потому что у вас же еще в ветве пойдут самого штамба. Вот что значит двойная обрезка гортензии. Первая, это куст формируется. А вторая, это непосредственно само штамбовое дерево. Впоследствии, может быть, я уберу внизу все кусты, когда это дерево будет огромное. Ну, а сейчас самое интересное, что я вам покажу. Ну, а сейчас, чем же, собственно, я хотела вас удивить. Да и себя тоже. Я вам рассказывала, что кустика было два. Вот это первый мой куст. Вот этот второй. Посажены совсем малюсенькими. Зеленые побеги были. И два года назад обрезая, я тут, конечно, все вырезала. Хотя у него были такие же самые, вот такой примерно высоты, мощные нулевые побеги. Я просто задумалась, обрезала. И мысль эта мне пришла только на втором кустике, что можно же вот такую форму сформировать. Расстроилась, честно говоря. Особенно, когда летом увидела эту красоту свою, что из нее могло бы получиться. Год она у меня кустом еще поросла в прошлом. А в этом году я решила осенью этот куст отсюда убирать. На его примере я и хотела показывать, как я буду выкапывать большой куст гортензии. Решила оставить одно это дерево и все. Но случилось маленькое чудо. Я это заметила где-то в августе, в конце, что три побега. Не удивляйтесь, опять три. У меня опять нулевые. И они выросли такие же мощные, длинные, такие же, но не такие. Их высота больше двух метров. Больше двух метров. Сейчас мы поменяем камеру, и я вам покажу. Эти три нулевых побега. Можно даже не поверить. Я вам покажу снизу доверху. Мощные нулевые. И я из него буду делать второе дерево. Даже сейчас соцветия видны с той стороны забора. Высота забора у нас 2,20. Сейчас увидим. Вот этот второй кустик, который обычный куст рос. Уже довольно мощный, красивый. Из него я ветви нижние с корнями откапывала у меня по саду. Валею туда высадила. Это был просто куст. И вот эти три побега. Один немножко меньше. И как-то я его и не заметила. Но я его смогу выровнять. Ну, поменьше. Вот такого роста с меня поменьше. А вот эти два, вот соцветия. У них высота больше двух метров. И это только соцветия. Рукой не достаю. Эти соцветия я обрежу. И мое дерево начнется вот отсюда. Как бы по росту они не сильно различаются с условием того, что у этой формировка начата вот с этой высоты. То есть она ее обогнала на метр, даже чуть больше, своими побегами. Сейчас я вам покажу из земли нулевые побеги. Они удобрялись только по листу плантофолом перед цветением. И в начале сезона. В начале сезона 20-20-20, а перед цветением 10-54-10. Аномалия просто какой-то рекорд. Вадим Петрович сделал мне уже ей опору. Надо быстрее, потому что за зиму эти три веточки, они еще не такие, конечно, толстые, как у соседней. Но поломаются. Соцветия я обрежу. Это я для видео оставила показать вам соцветия, на какой высоте. Буду надеяться, что у меня получится второе дерево сделать не хуже, чем первое. Оно будет даже еще выше. Как я ее буду обслуживать? Буду лестницу ставить и обрезать. Но в следующем году у меня только первый ярус пойдет веточек. Вот переживаю, что опять хватит ли ей сил. Если нет, придется мне все вот эти ветки, которые кустовым способом обрезаны, просто на две, на три почки, придется вырезать ради сохранения вот такого дерева. Сейчас посмотрим ближе ее. Для сравнения посмотрим высота первого куста, который сформирован двойной обрезкой с этой стороны, с этого ракурса. И второй кустик. Вот эти три ветки. Одна у меня загнулась кривая, но я ее попытаюсь выровнять. А вот эти веточки вот такие. И вот такая у них высота. Сейчас посмотрим, что это нулевые побеги. С какой стороны зайти, чтобы было видно. Вот побег нулевой растет прямо из земли. То есть он как бы стреляет, понимаете, у самого низа, там где почки первые, только-только присыпаны землей. Но вот сейчас я вспомнила, я немножко гортензию окучивала. Немножко она такой присыпана. На это я хотела ветви отрезать и куст брать. И вот именно из этого присыпанного землей сантиметров 10 окучивала. И выстрелили вот эти ветки. То есть у них вот эти почки, из которых они пошли, видимо были понад самым уровнем земли. Ну и вот эти мои побеги. Это первая коротенькая. А вот эти вот идут, идут, идут и в небо. Вот такие чудеса случаются в природе. Чтобы они тут не терлись, вот я вам покажу. Я кусочек коры между ними. Ну, сегодня обрежу вот эти все соцветия. У нас уже передают и дождь, и ветер через недельку где-то. Совсем похолодает. Вот заснежит, может быть, недели через две, через три, чтобы не поломалась моя уникальная гортензия. Случайно совсем увидела, по ветру колышется вот такое одно. Оно еще падало в сторону калитки. Думаю, что-то такое ветка какая-то. Ну, я посмотрю, еще плохо было видно там. В кустике, конечно, не разобраться, когда тут и соцветия, и листья. Если это нулевой побег, это нулевой побег. Думаю, мое видео вам поможет определиться, хотите ли вы такую же красоту в своем саду сделать. Попробуйте и не спешите пересаживать кусты. Видимо, эта гортензия решила мне доказать, что она еще очень даже может удивить. Всего хорошего. До встречи через несколько дней. Я буду высаживать луковичные, разные и гиацинты, тюльпаны, и крокусы у меня много, нарциссы. Покажу вам, как я это буду делать. Буду часть в ящики, часть в открытый грунт, часть в контейнеры. Посмотрим. Всего хорошего. Задавайте свои вопросы и не спешите с обрезкой гортензии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok